Совместное творчество Дизайнеры бульвар Вали Максимовой Район с душком Жители Абе и Треста Жалуются на невыносимый запах И где кроется источник Словоний Все мы россияне, все мы земляки Народный артист России Александр Михайлов Выступит на главной сцене Бийска Итак, мы начинаем Городские власти еще раз подтвердили Что порядок на перекрестке улиц Стахановская и Советская Они наведут до зимы Выстанавливать разбитый участок Будут два ресурсоснабжающих предприятия При финансовой поддержке из городского бюджета Сейчас на данном участке Водоканал закончил монтаж оборудования на двух скважинах Они предназначены для откачки воды И понижения уровня грунтовых вод Теперь осталось сделать наблюдательную скважину Со стороны улицы Стахановская После этого ресурсовики приступят к работам по водопонижению Как только уровень упадет Здесь вскроют проезжую часть И начнут укладывать новую трубу канализования Только после этого начнется благоустройство перекрестка Предприятия Водоканал и Бийск Энерготеплотранзит Будут восстанавливать дорожное покрытие Там, где они его повредили А вот за счет муниципальных денег От перекрестка в сторону вокзала Расширят 120 метров дороги Добавим, что после ремонта Проезжая часть станет четырехполосной Конкретный срок окончания работ пока не называется Возможно, уже этой осенью На некоторых улицах Наукограда Фонари будут гореть всю ночь В Бийске продолжается модернизация освещения Так сегодня специалисты прокидывали новый кабель И устанавливали современные светильники На улицах Ударна и Трофимова На смену старым пришли энергоэффективные светильники Нового поколения Светодиодные фонари светят ярче и качественнее Да и потребляют энергии в разы меньше В этом году светильники заменят на 19 улицах В Заречной, Нагорной, Восточной и Приопской частях города Завершатся все работы в конце августа Отметим, что в реконструкцию сетей Вложено порядка 19 миллионов рублей Сэкономленные на электричестве деньги Также пойдут на модернизацию сетей уличного освещения Добавим, что уже этим летом Удалось продлить время работы фонарей В ночное время О том, как будут освещаться улицы осенью и зимой Станет известно уже в сентябре После окончания работ в августе месяце Мы в ночной период времени Подключим город полностью весь по освещению Снимем характеристики работы сетей И уже с сентября месяца определимся с новым графиком Работой с сентября месяца Мы перейдем на него Либо мы увеличим время работы в ночное В целом по городу Либо мы все-таки определимся с улицами, которые будут освещены Весь темный период времени А остальные будут работать с ночной паузой Победа совместного творчества на конкурс проектов По благоустройству бульвара Вали Максимовой Заявки подали всего два человека В каждой работе были свои плюсы и минусы Однако в администрации нашли выход и объединили проекты Дизайнеры идею поддержали и уже совместно доработали общий макет О том, как преобразится бульвар на Вали Максимовой Расскажем в нашем следующем сюжете В начале парка прямо за моей спиной Уже в следующем году появится пешеходный фонтан со светом и музыкой Такая современная конструкция Это просто ноу-хау для нашего города Не просто зона отдыха, а визитная карточка города В начале лета городские чиновники объявили конкурс дизайн-проектов При конструкции парка Вали Максимовой Заявки подали двое Известный бийский художник и скульптор Павел Коробейников И начинающий дизайнер Екатерина Горчакова В итоге эксперты решили объединить проекты Для того, чтобы авторы их доработали и представили единый эскиз В этот бульвар сильно уж сильно хотели внести, спроектировать пруд Но так как по всей дорожно-тропиночной сети идет ливневая канализация Здесь никаких водоемов быть не может 30 миллионов рублей Ровно столько вложат в реконструкцию бульвара Вали Максимовой Большое внимание разработчики проекта уделили озеленению парка Постепенно старые тополя заменят на маньчжурский орех и быстрорастущий астролистный клен А через дорогу на месте снесенных домов появится дендропарк Где будут расти декоративные деревья и кустарники Которых у нас в Бийске еще не было Как отмечают специалисты, новые растения хорошо приживутся в нашем климате Уже площадка расчищена и готовится к созданию дендропарка Начинаться он будет с правой части Там будет находиться пруд Беседки для тихого отдыха Далее будет проходить парковка Парковка будет соединять дендропарк с площадкой для скейтборда Далее можно пройти в спортивную площадку и площадка для ворскаута То есть часто очень распространенные занятия у молодежи Помимо озеленения в парке появятся светящиеся арки Велосипедные дорожки, беседки, лавочки Игровая зона для детей и отдельная отгороженная зона для выгуливания питомцев А также в центре бульвара установят стационарную сцену для проведения городских мероприятий Я хочу, чтобы город наш был красивым, пристойным, достойным Потому что посчастливилось поездить по миру Посмотреть другие города, отношения к своим тротуарам, дорогам, зеленым насаждениям И мне не захотелось уехать куда-то Мне захотелось, чтобы здесь было так же хорошо Реконструкции бульвара бичане ждут много лет И сейчас жители Наукограда в предвкушении Какой же будет зона отдыха в районе вокзала Мне нравится, что вот такая зона зеленая у нас становится в городе И вид вот такой с вокзала, как бы лицо города же сразу Но я думаю, что будет здорово Хочется больше для детей площадку нехорошую, игровую Чтобы был парк красивый, чтобы можно было просто прогуляться Фонтан красивый Основа проекта для работы уже готова Планируется, что реконструировать парк подрядчики начнут уже в следующем году А тем временем дизайнеры продолжают генерировать новые идеи Но уже вне этого проекта Так у Павла Коробейникова есть задумка Как благоустроить площадь на пустыре в районе Зеленого клина Кристина Мелехова, Андрей Сегаев, Будни Информационная программа Будни мы продолжаем Смотрите далее в выпуске Район с душком Жители Абэ и Треста жалуются на невыносимый запах И где кроется источник зловоний Все мы россияне, все мы земляки Народный артист России Александр Михайлов Выступит на главной сцене Бийска Кредитный потребительский кооператив «Зенит» Защита ваших сбережений от инфляции Доход 13% годовых Все сбережения застрахованы КПК «Зенит» – место для роста ваших сбережений Сибирский государственный университет геосистемы технологий Объявляет набор на заочное обучение 913-226-47-56 923-720-66-49 Бийск Global Party 2018 Стань участником самого яркого события осени Ты хорошо поешь, танцуешь, владеешь цирковым мастерством, занимаешься спортом? Тогда у тебя есть уникальная возможность выступить на главной сцене грандиозного праздника Запиши свою лучшую работу на видео и отправь ее на конкурс Все подробности на сайте 3wprokopjefond.ru Не упусти свой шанс, зажги по полной Информационный партнер «Сибирская медиагруппа» АЭС Финанс Теперь тариф единый Для всех 13% годовых Проще понять, проще заработать Звоните 25 50 25 Приобскую часть Бийска накрыла невыносимыми ароматами Большинство бийчан жалуются на едкий запах в районах детского мира Абэйтреста Сегодня жители Наукограда высказали свои версии, где, по их мнению, находится источник этих зловоний Не нравится мне это дальше Больше я что могу сделать? Это понятно, что очистные, еще что-то Ну, с очистных только Скорее всего, конечно, от ветра зависит Потому что приходится даже окна закрывать Невыносимо дома находиться в таком состоянии Алтайский бройлер, наверное Ветер оттуда дует Из дома выходишь и ощущаешь Особенно, действительно, когда приближаешься В район первого участка И начинается это все И до Абэ Вчера окно открыло Запах какой-то, туалета какого-то Вот гольный запах туалета Я окошко закрыла Откуда что идет, непонятно Я на Докучаево живу там Уколо Сахарного Там, по-видимому, жом этот Как закапывали старый А сейчас он разлагается, наверное Он же не работает давно И вот такой запах вечером был вообще Да ну, скорее всего, с очистных Больше ниоткуда Знаете, да, очистные сооружения Когда юго-западный ветер Оттуда несет запах Запах фекалий Есть А так, в принципе, вот такого запаха нет С бройлера А вообще вас это сильно беспокоит? Очень сильно У меня живот от него болит Итак, большая часть наших респондентов Отметили два предприятия Это Алтайский бройлер и Водоканал Сегодня мы связались с представителями Этих организаций Но никто из них не взял ответственность Очистные сооружения как были, так и есть Вони там нет У нас розовый троп Западный ветер преобладает А вы с бройлером не пробовали пообщаться? Они всегда хорошие, которые тянут сюда На художник, на детский мир Это я предположение высказки Что это возможно бройлер Потому что они частенько делают выбросы Когда у них идет массовый запах У них там такие запахи В районе АБ Вот вонь невозможно Ну, во-первых, проехать надо раз Во-вторых, там КНС же Там же эти водоканаловские Вот эти вот Очистные сооружения И о имени воняет Там же воняет канализация Вот смотрите Вот если бы там воняло, невозможно Вот у нас сегодня Вот тут ничем не воняет Вот если есть запах То он и здесь есть Но его нету Там в районе Кутузова Еще завода нашего не было Там воняло без конца Эта канализация Сегодня же мы обратились В Роспотребнадзор Там нам сообщили Что о ситуации С неприятным запахом знают И уже занимаются изучением Данной проблемы Для того, чтобы выяснить Источник зловоний Специалисты Роспотребнадзора Будут делать заборы воздуха А также выезжать на предприятия Расположенные в Приопской части города Все мы россияне Все мы земляки На малой родине Михаила Евдокимова Донстарт Фестивалю народного творчества и спорта Программа мероприятий Очень насыщенная Спортивные состязания Творческие встречи Вечер песен и стихов Выставка, ярмарка изделий народного творчества Праздник в селе Верховское Проходит уже на протяжении 27 лет Фестиваль земляки идет 4 дня Каждый год сюда приезжают Лучшие друзья Михаила Евдокимова Так, народные артисты России Александр Панкратов-Черный И Александр Михайлов Их здесь уже давно принимают за своих В Верховском по традиции Самым ярким будет концерт Звезд российской эстрады Из известных артистов в этом году приедут Юрий Кузнецов-Таежный Учитель Михаила Евдокимова Заслуженный артист России Владимир Бакитко Ансамбль самоцветы Под руководством народного артиста России Юрия Маликова Солистка ансамбля Заслуженная артистка России Лена Преснякова Сергей Любавин Наш земляк Степан Мезенцев Заслуженная артистка России Анастасия Заволокина И ансамбль частушки Имени Геннадия Заволокина Концерт состоится завтра 4 августа Начало в 20.00 А в Бийске в рамках Всероссийского Евдокимовского фестиваля Пройдет творческая встреча с народным артистом России Александром Михайловым Правда, звездный гость в наш город приедет не один На сцене городского дворца культуры выступит пятилетний мальчик Который, можно сказать, покорил интернет Патриотично исполнив композицию «Священная война» Ребенок прославился на всю Россию И уже в это воскресенье, 5 августа Он выступит на главной сцене нашего города Вместе с Александром Михайловым Михаил Сергеевич всегда поддерживал молодые таланты И не случайно, вот даже такие, особенно уделял внимание детям И вот даже такие маленькие исполнители приезжают на этот фестиваль И пришло время рассказать о погоде Итак, завтра, 4 августа, в Бийске ожидается слабая облачность Ветер северных направлений Геомагнитное поле неустойчивое И о температуре ночью плюс 12, плюс 14 Днем плюс 20, плюс 22 Что ж, это все новости на сегодня На этом я с вами прощаюсь Желаю вам приятного завершения этого вечера И с пользой проведите выходные Будьте здоровы, ну и конечно же, друзья Несмотря ни на что, улыбайтесь чаще И мы напоминаем, что выпуски информационной программы Будни доступны в социальных сетях и на Ютубе Счастливо! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова